Сочи китайцев приняли в пионеры. Делегация из Поднебесной примет участие в туристическом форуме. Кадровые перестановки и неуплата налогов в мини-гостинице Мете и другие вопросы обсудили на планерке главы города. Нет мишурей фольге? Да, светодиодом и единому стилю. Предприятиям показали примеры новогоднего оформления. Страна готовится отметить День матери, а Соченко Лола Ишенина многодетной мамой стала в одночасье в семье трое приемных дочерей. Четыре года стройки и 2,5 миллиарда рублей сегодня в районе села Дефановка открыли трехуровневую развязку. Участие в запуске эстакады принял глава региона Вениамин Кондратьев. Новая дорожная развязка позволит покончить с пробками на этом участке трассы. В летний сезон очередь из машин здесь растягивалась на несколько километров и стоять отдыхающим приходилось не один час. Как отметил губернатор, эта дорога важна в первую очередь для туристов. Знаковые события, потому что эта дорога и для жизни, и для отдыха. С точки зрения жизни, безусловно, теперь грузовой транспорт сможет спокойно, беспрепятственно двигаться во всех трех направлениях. Ну а жители нашего края, которые хотят отдохнуть и всей страны, могут комфортно добираться до, как я уже сказал, наших курортов, до нашего Черноморского побережья. Протяженность дороги составляет 11 километров. Машины смогут ехать по нескольким направлениям. Первый уровень позволит туристам отправиться из Краснодара в Новороссийск, из Новороссийска в Сочи. Второй из Краснодара в Сочи и обратно. Третий из Сочи в Новороссийск. Кубанские атлеты отправятся служить в спорт роты. Одно из таких воинских подразделений есть в Сочи. С призывниками пообщался глава региона. Вениамин Кондратьев приехал на Краевой сборный пункт. С подробностями наши краснодарские коллеги. Служить Отечеству готовы. Эти призывники уж наверняка. В Краевой сборный пункт, или как его в народе называют «девятка», каждый день прибывают сотни молодых людей. После еще одного тщательного медосмотра и проверки профессиональных навыков сразу военную часть. В какую, большинство здесь пока даже не догадываются. Но есть и те, кто знают, где будут служить в ближайший год. Это профессиональные спортсмены. Виктор Гавриленко из Денского района. Больше 10 лет он занимается греблей. Родной Кубани страну представлял на мировом европейском первенствах. Службу будет проходить в спортроте, чтобы не прерывать тренировки. Когда еще не занимался спортом, хотел пойти в такие войска, как ВДВ, спецназ, такие сухопутные войска. Мне очень нравилось это. Потом приоритеты мои поменялись в жизни. Меня рассмотрели как в ЦСКА, то есть Центральный спортивный клуб армии. И как бы я понял, что это ближе мне. Ежедневно в самые разные военные части страны из этого сборного пункта разъезжается не менее 300 будущих солдат. Принято считать, что кубанские призывники одни из лучших. Быстро обучаются новому и поэтому их особо ценят. Только в этом году президентский полк пополнили уже 15 молодых людей, отметил глава региона, открывая совещание. А по числу призванных на службу Краснодарский край лидирует вот уже пять лет. На данном этапе на воинском учете состоит всего призывников, это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, 88 764 человек. Мы занимаем первое место в Российской Федерации и по количеству призывных ресурсов, и по количеству того наряда, который у нас есть на призыв вооруженной силы Российской Федерации. Российская армия становится все популярнее, а у клонистов с каждым годом все меньше. Молодые люди зачастую сами проявляют желание отдать долг родине, но не всегда позволяют здоровье. В Краевом Минздраве отмечают, что медосмотр проходит в два-три раза больше призывников, чем запланировано. Призыв на год был квота 13 тысяч. Мы же обследуем на сегодняшний день, и у нас в этом году более 38 тысяч призывников с возраста от 17 до 27 лет. И вы знаете, Венем Иванович, на сегодняшний день мы осмотрели уже 20 тысяч, из них 17,5 признаны годными. Принципиально важно, чтобы призыву подрежали только те, кто годен с точки зрения здоровья. То есть никаких натяжек, никаких планов здесь быть не может. Потому что в армии юноша парень должен приобрести еще более крепкое физическое здоровье, быть готовым к дальнейшей жизни, но ни в коем случае не потерять последнее. Поэтому если мы будем призывать тех, которые на самом деле сомнительно готовы, то это не годится. То есть в нашем крае такого быть не должно. Такие ситуации на особом контроле у прокуратуры. В прошлом году сразу в нескольких районах молодых людей незаконно призвали в армию. Но бывали случаи, когда призывников напротив необоснованно освобождали от несения службы. Ни то, ни другое на Кубани просто недопустимо обозначает позицию Вениамин Кондратьев. Количество призванных и обследованных с точки зрения медицинских комиссий прокуроры в 2015 году выявили примерно 752 нарушения закона. Прокуратура края всегда отличалась принципиальностью и позицией по любым вопросам. И что касается конфликта в случае, если такого будет между призывником и военкоматом, я вот прошу, чтобы прокуратура стояла над этим конфликтом. Родители оперируют в крайнем случае сразу куда? К власти, а в большей степени к прокурору. Поэтому здесь только объективность и только законность. И опять-таки никаких планов призыва, никаких иных факторов не должно влиять на позицию и действия прокуроров. Обсудили на совещании подготовку молодых людей к военной службе. По мнению губернатора края, ДСААФ должен активнее включаться в эту работу. А вот что касается экипировки, то с этим вопросов ни у кого не возникает. Комплект одежды, обувь и самые необходимые предметы личной гигиены, выдают каждому призывнику. При этом форму строго в соответствии с погодой. Нет в российской армии проблем с провизией. Отправляя своего сына в армию, родители могут не переживать, что он останется голодным. Кормить его будут везде. В сборном пункте выдают не только теплую форму, но и сухой паек, рассчитанный на время пути в военную часть. Здесь и печенье, и овощные мясные консервы, и сыр. Даже есть армейский шоколад. И одна такая коробка по норме рассчитана на один день. Так что снабжать домашними пирожками и бутербродами будущих бойцов уже вовсе не обязательно. Еще в сборном пункте каждого призывника ждет порция горячего обеда, ужин и завтрак. Однако вот условия подачи блюд ресторанными уж точно не назовешь, замечает Вениамин Кондратьев. Здесь необходимо оборудовать настоящую столовую, считает глава региона. Надо вопрос решать со столовой. Это не дело. Во-первых, здесь холодно. Во-вторых, не умирно. На-вторых, даже руки помыть. Не-то, на чем мы говорим. Сами себя оборудую. Девятка для молодых людей – это своего рода первый этап знакомства с армией. Военную часть большинство уезжает в тот же день. Завтра на службу в Сочи отправятся и спортсмены. За чашкой чая делятся с губернатором планами. После армии обязательно вернуться в спорт. Тем более, что восстанавливаться после года службы не придется. Раньше, когда они уходили в вооруженные силы, они прорывали этот тренировочный процесс. Кто-то вообще не возвращался, кто-то возвращался, он уже более болезненно этот процесс проходил. А сейчас, фактически, они просто перешли в другой регион, но занимаются тем же любимым видом спорта, где они достигли уже достаточно серьезных результатов. Тем более, в городе Сочи, где есть вся пост-алимарийское наследие, где есть великолепная спортивная материальная база. Армия – это школа жизни, безусловно, а теперь это школа спортивного мастерства. Будете ли вы профессиональными спортсменами, будете улететь. В любом случае, вы уже в определенной части дорогу себе в жизни определили. То есть это спорт. Не важно, что это будет, спорт высоких затяжений, или просто спорт, или вы уйдете потом преподавать. Важна сама возможность, о чем мы говорим. А сегодня возможности это есть. То есть оставаться в спорте, оставаться спортом, потому что вы сегодня уже профессионал. Вы сегодня профессионал в спорте. Всего же спортивные роты ЦСКА пополнят 200 новобранцев. Уже в эту субботу в Олимпийском парке они произнесут слова военной присяги. Мария Крошная, Денис Перец, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. До жеребьевки Кубка конфедерации FIFA 2017 остаются считанные дни. Церемония пройдет 26 ноября в Казани. Сегодня здесь начал работать медиа-центр, в котором представлены информационные стойки городов-организаторов турнира. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Всего ожидается приезд более 350 журналистов со всей России, а также из Чили, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Германии, США и Испании. Помимо самой жеребьевки, представителей СМИ ждет насыщенная экскурсионная программа. Встреча с известными спортсменами, послами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, капитанами команд, участников Кубка конфедерации. Сочи готов к приему турнира такого масштаба. Узвестно, что в Сочи пройдет три матча Кубка конфедерации отборочных и полуфинал турнира. Поэтому мы с нетерпением ждем результатов жеребьевки, для того, чтобы понять, какие команды приедут к нам в регион. Основная делегация Краснодарского края прибудет в Казань 26 ноября. На жеребьевку приедет глава Сочи Анатолий Пахомов и посол города, организатора Чемпионата мира по футболу 2018, Олимпийская чемпионка Елена Веснина. Напомню, Кубок конфедерации пройдет в России в 2017 году. Это будет своеобразная репетиция предстоящего мундиаля. Известно, что в Краснодарском крае пройдут четыре игры. А вот какие команды примет стадион Фишт, станет известно уже в эту субботу. Власти Сочи сегодня в очередной раз обсудили с китайскими коллегами вопрос о сотрудничестве и обмене туристами. Дату первого прямого рейса Сочи-Чинду переносили уже четыре раза. Олимпийская столица к приему гостей с Поднебесной готова полностью. А вот в чем загвоздка у китайских туроператоров? Чинду – крупный туристический центр Китая. Известная гастрономическая столица, а еще это родина панды. В Чинду налажено 250 авиамаршрутов. Очередной 251-й Сочи планируется на первую половину 2017 года. От слов пора переходить к делу, подчеркивает мэр Сочи. Тем более, что одобрение генеральных консулов и начальника управления туризма КНР давно получено. Мы сегодня говорим, да, давайте начинаем летать, туристические обмены делать. Если у вас есть проблемы с перевозчиком, можно это переадресовать тогда нашему туроператору. И тогда наш туроператор будет в Китае заниматься вопросами организации туристических групп. Я так понимаю, что любой перевозчик, он с удовольствием откроет рейс, если у него будут пассажиры, то есть если будут туристы. Поэтому, на мой взгляд, надо просто начинать формировать группы и возить их в Сочи. В Сочи к приему обещанного миллиона китайских туристов все готово. К работе спешат приступить туроператоры. Открыты двери и всех средств размещения. Работают китайские рестораны. В ожидании гостей из Поднебесной курорт налаживает отношения и с другими странами. Уже 15 января в Олимпийскую столицу прилетит первый самолет из Берлина, а в июне – из германского Франкфурта на Майне. Все вопросы, в том числе и с визами, глава Сочи решил буквально три недели назад. Открытие рейса из Франкфурта на Майне зависит теперь уже от германской стороны, как мы договаривались, но со стороны России вообще мы как бы сняли все проблемы, которые у нас существовали. Предлагаю и здесь поступать таким же образом. Есть проблема, какая нужна помощь, но мы должны в реале понимать, как мы движемся вперед. Делегация из Чэнду в этот раз приехала с представителями СМИ. Журналисты в эти дни собирают информацию о курорте, чтобы более подробно рассказать с экранов китайских телевизоров об Олимпийской столице. Сами гости из Китая утверждают, процесс налаживания отношений и организацию турпотока ускорит побратимство городов. Между Чэнду и Сочи деловое сотрудничество уже налажено. Сейчас хорошо бы объявить наши города побратимами. Для моих земляков такое положение дел может стать ключевым. Мы хотим ближе познакомиться с Сочи. И личная встреча с туроператорами – наша главная цель сегодня. Итоги стороны подведут после завершения работы Международного туристского форума, в котором они также принимают участие. А пока китайцы продолжают знакомиться с Сочи. Помимо уникальной природы, гостей интересуют объекты культуры города. Особенно дом-музей Николая Островского. Интерес к писателю у китайцев традиционно высокий. Здесь же их приняли в пионеры. К слову, за этот год из Сочи в Красных Галстуках уехало сотня китайцев. Такая церемония на курорте проводится специально для гостей из Поднебесной. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Кадровые перестановки в городской администрации и неуплата налогов, мини-гостиница, мете и другие вопросы вошли в повестку дня очередного планерного совещания при главе города. Обо всем по порядку. Ольга Десятого. Началась планерка с новых назначений. Пост главы Хостинского района покинул Тимофей Трепильченко. Теперь он займет кресло начальника отдела помощников и советников главы города. Ну а руководить Хостинским районом отныне будет бывший директор Сочи Теплоэнерго и экс-заместитель главы курорта Игорь Яшнов. Ну а одним из главных вопросов совещания стала проблема налоговых поступлений, а точнее их отсутствие. Это касается мини-гостиниц и небольших гостевых домов. Город создал более чем комфортные условия для ведения бизнеса. Туристов в Сочи приезжает даже больше, чем курорт может принять. Объекты размещения заполнены на 100%. Но это на деле. А на бумаге в отчетах мини-гостиниц почему-то все совсем по-другому. Для начала вместо того, чтобы выбрать патент, они выбирают такую форму, как уплата единого налога на умененный доход, который по нашему законодательству уходит аж март месяц. И начиная с января месяца они все показывают, что у них туристов не было. Представьте, в этом курортном сезоне, когда негде было яблоко упасть, у них, оказывается, туристов в их объектах размещения не было. А все, кто были у них там многочисленные по фотографиям, которые мы делаем, это их родственники, которые бесплатно приехали на отдых. Эта ситуация стала возможной из-за пробелов в законодательстве. Но жить за счет других, за счет честных налогоплательщиков, таким предпринимателям в Сочи не позволят. На этом настаивает и законопослушный бизнес. Но выход есть. Сделать налог на вмененный доход невыгодным, путем повышения коэффициента базовой доходности. То есть стимулировать предпринимателей переходить на патентную систему налогообложения. Это единственный режим, налоговая декларация, по которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента. То есть от уплаты по счетам. Нечистые на руку бизнесмены тогда уж точно никуда не убегут. Тех, кто занимается одной и той же деятельностью, на одной и той же территории и так далее, имеют разную налоговую нагрузку. И если нулевая декларация сдается предпринимателям, но он де-факто заплатит 5-6 тысяч за оформление этому бухгалтеру, нанятому, который эту отчетность даст. Не проще просто взять и купить патент на тот период, на который ты хочешь, на месяц, на два, на три. При этом мы будем понимать, что все доходы пойдут в местный бюджет для развития той же самой среды, в которой этот предприниматель осуществляет деятельность. Коэффициент базовой доходности, в отличие от других регионов, в Сочи не корректировался уже 10 лет. Этот вопрос станет предметом рассмотрения на ближайшей сессии городского собрания. Ну а руководителям частных мини-гостиниц, чьей работой по информации туроператоров остались недовольны 25% постояльцев, глава города посоветовал посетить международный туристический форум, который откроется в Сочи завтра, и посмотреть, как работают их более успешные коллеги. Ну а завершилась планерка предложения Монатолия Пахомова на выходные центр города сделать пешеходным. Мы хотим перекрывать и зоны активности делать каждую субботу и воскресенье. И наши жители города, и наши гости могут спокойно гулять именно по набережной, по улице Орженикидзе, заходить в скверы, в парки. Есть дорога дублер, есть дорога обход. Ну и давайте туда. А здесь все-таки мы курортный город. И чем больше будет у нас, скажем, регуляционных зон, пешеходных зон, чем больше будет зон активности, тем больше мы будем привлекательные. Перекрывать на выходные, так как это, например, делают в центре Краснодара, в Сочи планируют улицы Орженикидзе, Черноморскую, Переулок, Электрический. На согласование новой схемы глава города дал чуть меньше месяца. В Сочи стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Это значит, что на курорте началась подготовка к главному зимнему празднику. Предприниматели украшают витрины своих объектов. Гирлянды, елки и другие украшения появляются в организациях всех отраслей. Новое сияние появится и на улицах курорта. На какие детали в этом году нужно делать акцент и от чего следует отказаться? Об этом директор Департамента оформления дизайна городской среды рассказала на встрече с руководителями предприятий санаторно-курортного комплекса, объектов потребительского рынка, а также учреждений образования, здравоохранения и других отраслей курорта. На встрече выступила и заместитель главы города. Ирина Романец отметила важность участия каждого сочинца в новогоднем оформлении города. Праздник – это дело всех, что к празднику надо готовиться. И не только санитарное состояние, надо украшаться. Надо делать так, чтобы это было красиво. И 1 декабря у нас все это должно состояться. Вариантов оформления городской среды и новогодней продукции множество. Главное, чтобы каждый соблюдал единую концепцию дневного и вечернего оформления. Элина Баранская сказала твердое «нет» в мишуре и другим украшениям из фольги, а также предложила не скупиться на светодиодные гирлянды и ленты и выбирать те, что хорошо изолированы. Ведь даже малейшие механические повреждения такого украшения могут нанести ущерб объекту и испортить праздник. Обратить внимание, главный художник города предложила и на елочные гирлянды, крупные шары и банты. Примерные варианты новогодней атрибутики были представлены дизайнерами. Объявлен конкурс на лучшее оформление городской среды, объектов по принадлежности. Городская среда нуждается в особой стилистике вечернего городского антуража. Это скульптуры из светодиодов, олени, шары, снежинки. Все это мы должны увидеть в городской среде, в наружной городской среде, по нашему не только гостевому маршруту, а постеместно. Некоторые организации уже включились в работу. В Моримоле начали украшать атриум и витрины магазинов в новом стиле. Уникальное ретро-оформление, отмечают руководители торгового комплекса, понравится каждому. Вечерние украшения появляются и в парке Ривьера, и на улицах курорта. В этом году световые элементы вдоль федеральной трассы представлены в виде футбольной тематики. Праздничную атмосферу в городе можно будет полностью ощутить уже к 15 декабря. А вот на предприятиях новогоднее оформление должно завершиться раньше, уже к первому числу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Полицейские пресекли попытку провести в Сочи крупную партию наркотиков на посту Магри. Для проверки документов был остановлен автомобиль Киа, следовавший из Ростовской области. Кроме водителя, в салоне находились двое мужчин. Внимание полицейских привлек один из пассажиров, который явно нервничал. В результате у 28-летнего уроженца Ростовской области полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование. Экспертиза установила, что данное вещество является синтетическим наркотиком общей массой около 4 килограммов. Мужчина, перевозивший наркотики, задержан и доставлен в отдел полиции. От дачи показаний он отказался. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ведется следствие. К другим новостям. 95 лет. Сегодня исполнилось бы герою России, именем которого названа одна из улиц Сочи. Участник Великой Отечественной войны полковник Дмитрий Тормахов жил в нашем городе и был председателем Совета ветеранов Лазаревского района. Дмитрий Дмитриевич Тормахов родился 23 ноября 1921 года в Брянске. Когда в 1941 году началась война, он был курсантом авиационного училища. Спустя два года Дмитрий Тормахов уже воевал на Кавказе, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, Румынию, а закончил войну в Югославии. На счету командира 269-го истребительского авиационного полка, который базировался в Сочи и оборонял порты Черноморского побережья Кавказа, 17 уничтоженных самолетов противника. За годы войны Тормахов совершил 365 боевых вылетов. В 1996 году указом президента Дмитрию Тормахову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Последние годы Тормахов жил и работал в Лазаревском районе Сочи, был председателем местного совета ветеранов. В этом же поселке Герой России был похоронен в июне 2002 года, а после его именем назвали улицу. В последнее воскресенье ноября страна отмечает День матери. Поздравления в этот день принимают как уже состоявшиеся мамы, так и женщины, которые только в ожидании чуда. Сочинка Лола Ишенина радость материнства ощутила дважды. На Новый год семья ждет очередной подарок в розовом конверте. А год назад семья Ишениных стала приемной для еще троих девочек. Мама, как много в этом слове добра, нежности и любви, Алена, Настя и Даша узнали лишь год назад. Девочкам 8, 5 лет и 3 года. Родные сестры, родные по крови и Лоли Ишенина, это ее племянницы. Иметь большую семью женщина мечтала с детства, но стать многодетной ей пришлось в одночасье. Младшая сестра Лолы, которая начала вести аморальный образ жизни, ко всему прочему угрожающей здоровью детей, лишена родительских прав. Своих дочерей женщина просто растеряла. Новым родителям девочек пришлось разыскивать по всему Краснодарскому краю. Даже чего ты боишься больше всего? Беревать у меня. Аленушка, потерять мою сестру в семью. Что с ним? Потерять мою сестру в семью. Если младшие находились в инфекционке и реабилитационном центре региона, то старшую Алену и вовсе нашли на улице в 4 утра. Но благодаря материнской заботе девочки о прошлом уже не вспоминают. Папа король, мама королева. То, что у них папа король, а мама королева, девочки с гордостью рассказывают всем соседям и знакомым. Сами Ишенины героизма в поступке не видят. И пополнение в семье считают нечаянной радостью. Ради которой уже и холодильник приобрели в два раза больше предыдущего. И запасы продуктов питания увеличили в разы. Еще бы стиральную машинку сетует мама, чтобы вмещала все девички платиться. Но и это дело наживное. Решить нахлынувшие проблемы помогли и власти Сочи. Сестер сразу определили в детский сад. Печаль одна – съемная квартира. Так, слава Богу, все хорошо. Все живы-здоровы, уже довольны. Папа работает, наш основной кормилец. Я всегда мечтала. И вот, конечно, моя мечта сбылась. То, что я приобрела столько девочек сразу, за раз. То есть, особо не пришлось трудиться, можно так сказать. Ну и довольна, конечно, девочками. У меня уже мечта, как я буду их замуж удавать, думаю. У папы уже шок в плане, сколько нужно всего девочке расстроить. Сами понимаете. Ну ничего, справляемся довольны всем. Верит мама Лола и в то, что все вместе они справятся с проблемами по здоровью девочек. Каждая из трех сестер родилась с патологией. У старшей Алены проблемы с кожей. У средней Даши слабые сердечные мышцы. А маленькой Насте уже приходится носить очки. Из-за частичной атрофии глазных нервов. То, как мама справляется с трудностями, не понаслышке знает Кума и Шениных. Крестная Мария – свидетель зарождения многодетной семьи. Как в первое время у меня Лола не есть, не пить, не спать. Все в поисках, в розысках, в поездках. Пока не собрали этот букет, не привезли домой. На такой маме только детям мечтать и мечтать. Хозяюшка. Любит печь, готовить. С детьми. И манты, и пельмени лепим. Вместе. То есть, они уже свои. Свои родные. Трехлетняя Диана и 20-летний Алексей, родные дети и Шениных, новых членов семьи приняли сразу же. Друг за другом, одни горой. Сейчас все вместе ждут рождения еще одной сестры. Шестой ребенок в семье станет главным новогодним подарком. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демидь Даниловский, телекомпания «ИвКТ». В Сочи впервые прошел турнир «Арго-2016». Это соревнования по бальным танцам. В турнире приняли участие танцоры из Сочи, Туапсе, Майкопа, Краснодара и Республики Крым. Всего порядка 500 участников в возрасте от 4 до 18 лет. Юные танцовщицы выступали в номинации «Соло» без партнеров. Жюри оценивали умение слышать музыку и правильно выполнять движения. Все участники получили медали, грамоты и памятные подарки. Нам помогает администрация города Сочи, потому что без помощи администрации мы бы не справились. Это и финансирование нашего турнира, и все, что касается сладких призов и так далее. Следующий турнир будет проходить уже в Краснодаре. Это большой турнир «Золото Кубани», куда наш клуб тоже будет ехать и представлять там наш большой Сочи. И завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант» на двух этажах. В торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.